World of Warcraft Cirrus представляет Новые арены на базе клиента VOTLK Эксклюзивные поля боя с новой игровой механикой PvP сезон с призывом фондом в 1 миллион рублей Все это ждет вас на WoW Cirrus, ссылочка в описании Ишнуала В связи с последними событиями я уже окончательно убедился, что не стоит ждать от Blizzard грандиозных сюжетных поворотов Нам обещали крутую сюжетную развязку после убийства Асшары и мы ее получили Что мы там увидели? Частичку самого Нзота Это должно было стать для нас сюрпризом, но, увы, мы и так это знали Опираясь на линейность сюжета, я бы хотел сегодня поговорить с вами о будущем World of Warcraft И что нас может ждать в ближайших патчах Помните, как в Легионе мы сражались с Килджеденом и Пылающим Легионом? Там нам вновь представили Иллидана как ключевого персонажа аддона Прямиком из Burning Crusade В битве за Азерот нам не делали смесь с каким-то конкретным аддоном Ну, может быть, если только с частичкой Пандарии Blizzard представили промежуточный этап для того, чтобы пошире раскрыть сюжетную линию Сильваны, Джайны, Асшары, Саурфанга, Бэйна и других героев В рамках обычного аддона с массовым нападением, допустим, древних богов Раскрыть вот эти вот узкие сюжетные линии было бы крайне трудно Можно предположить, что в следующем аддоне нам явят Короля Лича, Йоксарона и других древних богов Нзота, конечно же Келтузада и сюжет, связанный с драконами Да, был слив на реддите по поводу будущего аддона В большей степени там высказана позиция друга двоюродного брата дяди по материнской линии, который 10 лет назад работал в Blizzard Стоит ли этому доверять? Можно и довериться, но это будет не объективно, согласитесь Хотя в этом точно что-то есть Если что, ссылку на слив я оставил в описании Люди, работающие в Blizzard, такие же, как и мы с вами Они сидят в офисе, рассуждают, накидывают свои идеи, впоследствии воплощая их в жизнь И круто получается, когда наши фантазии совпадают с фантазиями Blizzard Так, например, на моем канале выходил ролик про союзные расы задолго до их появления И рассуждения по поводу введения Култироса, Зандалара и Назжатара Вплоть до конкретных позиций и карт Так что же мешает воплощению данного слива в жизнь? А, собственно, ничего Концепт есть, но реализован он будет, скорее всего, иначе Посмотрите, как Близзе оттягивают появление Нзота и Бездны Вроде бы вначале пытались развивать тематику древних богов Подсунули Гуны, и вот он накал страстей Но из-за внутренних сюжетных линий конфликтов фракций Внимание постепенно рассеялось И нам уже стала не важна скорая гибель планеты И угроза со стороны древних богов Сейчас самое подходящее время сделать свой ход Нзоту Мир абсолютно ослаблен Но не осталось больше сил бороться И у той, и у другой фракции Из-за постоянных войн, да еще и сразу после отражения атаки Легиона Не осталось ресурсов Еще и флот полностью уничтожен Как вы понимаете, цепями был скован не сам Нзот, а вход в другое измерение Одно из тех, по которым нас перемещал предпоследний босс Дворца Асшары Закул Неолота открыта Если уж Нзот мог сотворить катаклизм, будучи заключенным в тюрьме То представьте, что он сможет сделать сейчас, когда по сути нет сил для сопротивления А вообще, Нзот и не собирался с нами сражаться Он привел нас к себе, как достопочтенных гостей Чтобы впоследствии мы служили ему Ровно так же, как и король Лич хотел воскресить нас в 2008 Асшарой не должна была нас победить И в случае проигрыша говорила, что Нзот ошибся, выбрав нас Обобщая все вышесказанное, я бы хотел сказать, что это первый виток сюжета Засилие древних богов, открытие всех глаз, путешествие в Неолоту И на этом фоне возможное поражение обеих фракций Помимо угроз Нзота, на данный момент в мире теней царит полный хаос Об этом мы можем узнать из цепочки заданий на получение расовой брони тауренов У меня нет таурена, поэтому ссылку на полное видео о получении брони я оставлю в описании Темные сущности проникают в наш мир Впервые мы увидели их в цепочке с Волджином, новые модельки призраков Они всеми силами старались помешать нам узнать правду, кто же на самом деле нашептал Волджину имя Сильваны И вот теперь вторгаются в наш мир во второй раз У меня есть большой процент уверенности в том, что игроки получат визуальные особенности мира теней Потому что даже мурлоки владеют магией некромантии, а игроки нет Может также быть, что Близзы не станут делать отдельного класса А лишь адаптируют некоторые существующие классы под стилистику мира теней И нам станут доступны новые способности и визуальные эффекты Например, создадут спек шамана теней Мы видим затянутой тьмой мулгоры громовой утес Темные сущности убивают кадоев И покушаются даже на Бейна С чем это может быть связано? А с тем, что еще во времена правления древних богов Мать-Земля создала бравых Шухала Тауренов по-нашему Для того, чтобы дети Земли в бесконечных полях рассвета Благословляли имя Матери-Земли до заключительного затемнения мира По сути дела, таурены призваны для того, чтобы бороться с царством тени К ним же могут присоединиться все расы, владеющие шаманизмом А вот кто может быть виновен в нарушении баланса мира теней? Да, это Сильвана По словам Трала и Лортемара, Сильвана не простит предательство И явится в Мулгор для того, чтобы сжечь громовой утес и убить неверных Сильвана придет сюда Громовой утес Сгорит, как Тельдрасил Все это может ждать нас уже в патче 8.2.5 Который по приблизительным оценкам выйдет в конце сентября Посмотрите, как Сильвана накапливает силу в казематах горош А ведь мы даже и не подозревали этого Получается, у Сильваны есть тайная армия, готовая ударить в нужный момент Более того, армия, усиленная азеритом Запомните это С чего бы Сильване нападать? Ну, хотя бы с того, что это нужно сценаристам, и они всячески стараются пропихнуть необходимый поворот сюжета в массы Например, зачем убийцы Сильваны напали на мирно живущего Трала в Запределье? Для того, чтобы по-быстренькому втянуть зеленого Иисуса в сюжет Вот и все И еще одна мотивация Сильваны напасть на громовой утес Потому что Бэйн предатель И если он не откажется от своего лидерства в громовом утесе Или если громовой утес формально не отвергнет его лидерство Тогда получится, что все таурены будут следовать за предателем И следовательно, они тоже будут являться предателями Да и более того, в романе перед Бурей Сильвана уже предупреждала Бэйна о том, чтобы тот прекращал свои тайные переписки с Сандуином Но Бэйн продолжал делать по-своему Но почему все-таки битва за Азерот это не Пандария, а Сильвана не Горош 2.0? Вот сейчас самое время вспомнить информацию про тайную армию Сильваны в казематах Гороша Во время войны шипов, когда Орда, вместо того, чтобы выдвинуться в Силитус, отправилась в Астранаар и далее к Тельдрасилу Обманула Альянс, и это был офигенный тактический ход То же самое может произойти и с громовым утесом Восставшие члены Орды совместно с армией Альянса будут ждать Сильвану в Мулгоре А та, в свою очередь, может отправиться в Штормград и там творить свои бесчинства Как ни крути, это первоначальная цель Сильваны и ее основная миссия В самом начале битвы за Азерот она хотела уничтожить Штормград, убить всех его жителей и воскресить их в виде нежити, пополнив свою армию Именно для выполнения этой цели мы отправлялись на Тельдрасил Именно для этого мы заручились поддержкой Зандаларов Нам нужен был флот, так как водные подступы Штормграда не самые защищенные Именно два этих пути прогорело и остался тот самый, возможно, единственный шанс И по итогу все обернулось в сторону Сильваны Она выставила Бэйна жертвы и объединила Альянс с Ордынскими повстанцами для того, чтобы сделать свой тайный, решающий ход Ну что ж, скоро мы с вами узнаем, как развернуться события на самом деле Третьей частью сюжета можно выделить проблемы драконьих стай Изумрудный сон вновь поражен корнями кошмара Слуген, Зотой и там успевают посеять хаос У красных драконов дела не лучше, ведь их атаковали сумеречные драконы Которые некоторое время зрели в Гримбатоле, наплодились и сейчас получили призыв к действию Бронзовые драконы могут стать отдельной частью сюжета И, быть может, уже совсем скоро мы узнаем о том, как появились драконы бесконечности Не стоит забывать сценарий Хроми, в котором мы видели проблемы будущего и покушение Наздорму на саму Хроми Мы видели там проблемы в зеленом святилище, и в красном святилище нежить видели, и прочие другие вещи, которые сейчас начинают проявлять себя А вот Гневион, наблюдая из-за угла и ожидая своего часа, может воспользоваться слабостью драконьих стай И стать претендентом на трон всех драконов Более того, в игру недавно была добавлена совершенно новая моделька дракона И, отталкиваясь от этого, можно сказать, что в будущем мы все-таки сможем увидеть драконьи острова Вот такой вот жаркий сюжетец на основе известных фактов у нас сформировался Обязательно пишите в комментариях, что вам было непонятно из изложенной информации Мы с ребятами постараемся ответить на ваши вопросы И также пишите, что вы думаете о таком развитии событий Жду комментов от вас, буду лайкать самые классные А на этом видео подошло к концу Подпишитесь на канал, скоро на 100 тысяч И я обещаю вам сделать кое-что крутое на эту круглую дату Обязательно ставьте лайки и колокольчики С вами был Лунный Монах и новое видео уже скоро